так добрый день дорогие друзья надеюсь меня видно слышно будем приступать к обзору интересных идей на начало июля и давайте сразу с вами обратим внимание по инструментам да не будем отвлекаться евро доллар по евро доллару хорошая картинка да для шарта как мы говорили на прошлой неделе то есть мы упали нет отката нажмут все ниже ниже сейчас идет закрепление ниже 1 1868 скорее всего скорее всего обращаю ваше внимание на часовик сегодня тенденция продолжится скорее всего где-то с этих уровней да можно чуть выше чуть ниже на уровне распилены но тем не менее на дневке мы видим четкое закрепление ниже 1868 поэтому я бы посмотрел на шартовые позиции вчера хорошо откатились закрепляемся да смотримся хорошо на снижение поэтому короткие позиции скорее всего я сегодня тоже буду открывать по евро доллар если выйдем выше это уже будет сигнал на то что все-таки с этой зоны нас выкупает и скорее всего мы тогда пойдем тестировать границы этого канала верхнюю до верхнюю границу поэтому если закрепляемся до сегодня будет выкупная свеча и закроется выше скорее всего тогда пойдем тестировать а 1973 и здесь уже нужно будет смотреть развязку по инструменту выходим выше значит идем на откат в район 1 21 если все таки здесь грубо говоря поколбасимся да можем еще расходить протестировать нижний и потом очень часто бывает такое что все хорошо все замечательно мы открываем шарты нас загоняет сюда стоят два три дня в обращу возвращается обратно и тогда летим уже в район там 1 17 1 46 очень часто бывают такие именно ложные выходы из каналов всех засаживают обратно все хорошо ребята заходим в лонг и потом заносят и у тех кто выходил в лонги поэтому очень аккуратно но евро доллар хорошо смотрится на открытие шартовых позиций по золоту по золоту замечательная картина но противоположная то есть из канала мы вышли вверх да точно такая же картина была как евро доллар да нажали вниз но тем не менее видите выход вниз да то что я только что рассказывал на евро долларе выход вниз из канала все жмут нет отката все красиво ребята шартим заходим обратно четко лоу 71 3 закрытие 72 перебили на 7 центов все пожалуйста рост закрываемся еще и выше до границы верхнего канала поэтому смотрим сейчас на открытие только лонговых позиций затащат нас вниз тогда будем говорить о шартах пока золото очень сильно смотрится и скорее всего будет какой-то откат куда он продлится то ли 1840 то ли вплоть до 1870 никто не знает но тем не менее движение может продемонстрировать хорошая и своих там 34 к одному вы из гарантии заберете потому что золото сейчас в тар 17 то есть в районе там 20 долларов на стоп в 2 доллара полтора вы заберете свои там 5 6 долларов без проблем это по золоту давайте посмотрим серебро серебро намного слабее да я вчера брал небольшой шорт вот от этой границы плохо смотрится плохо смотрится серебро относительно золото есть у него такие границы да пока стоим нечего интересно ребят нельзя сказать что что-то в нем вырисовывается пока непонятно жмут вверх-вниз распил пока серебро я бы не лез если вы смотрите рекомендации ради моего мнения я бы пока не трогал посмотрел потому что всегда она ходит хвостиком до за золотом но золото сильно а серебро нет непонятная ситуация если непонятная ситуация я не торгую по доллар рубль доллар рубль очень интересная ситуация вырисовалась из-за вчерашнего вот такого ложного пробоя есть у нас верхняя граница 639 сделали ложный прогул и все движение обратно слили и сегодня мы видим какое-то снижение да то есть укрепление рубля посмотрим как это будет на самом деле очень долго мы падали да это на этом фьючерсе довольно так тоже видно но тем не менее на прошлом фьючерсе было видно насколько это затяжное было падение такое планомерное нехотя да мы падали и вот сейчас наконец-то идет как эта развязка уже лаи у нас повышательные да обновляются хаи локальные я не говорю глобальные локальные и тем не менее инструмент смотрится сильно но вчера нарисовали вот такую до формацию поэтому пока в лонг мы не спешим я бы рассматривал все таки откат где-то в зону если мы возьмем по часовику давайте возьмем примерно вот такие границы ну вот где-то в районе 74 800 я бы его ловил и смотрел на продолжение движения вверх но это скорее всего будет уже на следующей неделе потому что любой трейдер который заработал скажем там две тысячи пунктов да не скажем что всю высидел да все движение там 2600 но две тысячи пунктов естественно хочет закрыться на кто зашел по хорошей цене даже кто зашел здесь там заработал тысячу пунктов естественно что на выходные они хотят фиксировать позиции поэтому скорее всего это было связано и эта фиксация началась еще вчера но посмотрим самое интересное будет это если мы в понедельник идем выше этой цены до где-то 75 650 в этом районе когда это очень хороший сигнал будет на продолжение движения то есть если у вас не получится до взять например или побоитесь до взять 74 800 вроде бы разворот все ложный пробой у вас будет отличная возможность взять его выше где-то 75 650 более уверенно по более дорогой цене естественно но и выплате за свою безопасность то есть здесь будет более сильно и и более правильная точка да потому что здесь если вы будете ловить на на вот этих откатах это тоже хорошая позиция да тоже хорошая точка входа но тем не менее после такой формации да это будет нам более опасно чем вы зайдете выше этой формации и этой цены 75 650 по инструментам а нефтянку нефтянку хотел еще с вами обсудить ребята на этом терминале у меня нету сейчас быстренько и найдем бркю поехали бркю по нефти по нефти тоже были сильные откаты сейчас мы выделим зону вот эту и вот здесь хай который мы не смогли переписать сейчас очень хорошо смотрится нефть да если мы возьмем более локально то вот где-то в этом районе 74 где-то 75 с половинкой можно пробовать нефть подбирать сильно слили вчера хорошо выкупили да то есть показали что тренд не сломлен не переписан у нас этот хай вернее лоу прошу прощения смотрю на хай говорю хай не переписан у нас вот этот лоу и инструмент в очень красивом да то есть это не экстремальный не вот такой у нас рост это очень хорошее поступательное движение и этот откат служит лишь для того чтобы вы зашли по более хорошей цене да кто-то зафиксировал свою позицию до в панике кто-то наоборот открыл здесь шартовую зафиксировал свою прибыль но тем не менее инструмент продолжает свой рост и не смотрится хорошо поэтому я бы рассматривал и на нанги но вопрос том от какой зоны если брать от часовика то эта зона 74 74 50 если мы пойдем выше да скорее всего это будет 75 50 и здесь нужно будет уже принимать решение потому что этот на часовике ключевая до зона с нее были и откаты и походы выше вот вчера протестировали мы ее вот поэтому я бы посмотрел уже развитие событий выше 75 50 и тогда принимал решение скорее всего в любом случае тренд всегда чаще продолжается чем он будет сломлен да тем более такой сильный поэтому я бы рассматривал на лонговые позиции поэтому по инструментам это все что я хотел сказать желаю вам прибыльных сделок хороших выходных теплого приятного летом всего вам доброго